Здравствуйте, в эфире «Современный разговор» с директором Центра исследования Южного Кавказа, экспертом дискуссионного клуба «Валдай» Пархадом Мамедовым. Добрый день, Пархад, рад вас приветствовать. Здравствуйте, Василий Васильевич, спасибо за приглашение. Ваше видение того, что произошло вокруг теракта в Крокос-Ситифолк? Я написал текст об этом. Очень много сейчас дискуссий о деталях. О людях в одинаковых свитерах, о конспирологических теориях и так далее. Для меня, я не могу сказать, потому что я не специалист в этой сфере, по деталям объяснять что-то и так далее. Для меня важен контекст и как данный террористический акт будет интерпретирован. И в первую очередь интерпретирован властями Российской Федерации. В первом же выступлении президента Путина была упомянута Украина. И стало понятно, что вот эта тема будет развиваться. Она имеет свои цели, как и внутриполитические, так и внешнеполитические. Внутриполитический контекст – это, конечно же, мобилизация общества. Мобилизация не в смысле военная, набор, рекрут, значит, военнослужащих и так далее. Хотя и этот в том числе. А мобилизация общества вокруг государства, демонстрация того, что враг, какой бы то ни был, он настроен на это, значит, на борьбу вот именно такого характера, что это часть войны. С другой стороны, я так понимаю, что в среде так называемых патриотов в Российской Федерации, активность которых нарастает особенно с начала войны в Украине, складывалось несколько групп. И у этих групп были различные видения развития России в будущем. А определенная группа, достаточно многочисленная, активная, ее назвали в российском политологическом дискурсе как «недовольные патриоты». Она имела своих лидеров. И главным лидером был Пригожий. После того, как он был ликвидирован, Стрелков, Гиркин были посажены и так далее, вот эта часть недовольных патриотов, она была обезглавлена, но идейные установки, они, контент, вот их идеологическая база, он должен был найти отражение в действиях власти. Потому что там есть разочарование власти. И тема мигрантов, она жутко их беспокоит. Вот я подписан на несколько таких пабликов, потому что позиционирую себя как специалист по России и так далее, чтобы узнавать мироощущение этих людей, этой группы населения. Она достаточно активная сейчас. Было видно, что они хотят реализации своих идеологических концептов, особенно в отношении мигрантов. И вот я думаю, что второй внутрополитический контекст этого события заключается в ужесточении миграционной политики и так далее. То есть власть России использует этот реористический акт с целью завладения умами или оседлания вот этой группы в российском обществе. Я думаю, что успешно, потому что они ликуют, они говорят о том, что нужно закрыть все вот эти миграционные потоки, что главное – это русский человек, который должен жить свободно в России и иметь работу и так далее. Внешнеполитический контекст, он еще более интересен. Извините за такой пространный ответ, но вот накипело за эти пять дней. У нас эфир неограничен. Да, внешнеполитический контекст, он заключается в использовании этого террористического акта, упоминания Украины. Я думаю, в первую очередь для формирования сочувствия у той группы в Соединенных Штатах Америки и в Европе, которые рассматривают Российскую Федерацию в качестве естественного союзника белых, крестьян, людей, с которыми можно договариваться, в качестве естественного союзника против иных. В роли иных выступают в разные времена. Это Китай, это мусульманский мир и так далее. Африка и так далее. Мы видели группы, например, в середине десятых годов, когда президент России принимал делегации из Соединенных Штатов Америки, а потом из Европы, именно носители этих идей. Это обычно правые группы, ультраправые и так далее. Практически у всех этих политических сил были связи в Российской Федерации, и с ними встречался президент Путин. То, как он себя позиционирует, консервативен против этой леволиберальной повестки, абсолютно неприятия этого. И он был таким примером политического лидера, с которым можно договариваться. Я отмечу, что один из самых видных таких геополитиков современности, Мир Шаймер, он выводил такую формулу, что в мире есть три сила. Это военная и экономическая сила. Это Соединенные Штаты Америки. Военная сила – это Россия. И экономическая сила – это Китай. И в этом контексте он представлял формулу взаимодействия. Что или Америка, воюя с обоими этими силами, сталкивается с военно-экономической мощью, и здесь кому повезет в этом смысле, у кого будет больше воли и так далее. Или же эта формула сводилась к тому, что умиротворять Китай и как-то расправляться сперва с Российской Федерацией, а потом с Китаем. Или же третий вариант, о котором идет речь – это договориться с Российской Федерацией и завести Китай, его развитие и так далее, сконцентрироваться на Китае. Он был неярым, но сторонником именно этой идеи, что договориться можно. И посещал Российскую Федерацию, встречался с президентом Путиным и так далее. В этой группе десятки конгрессменов и сенаторов были в свое время. Перед войной в Украине они посещали Российскую Федерацию, вели дискуссии и так далее. Я думаю, что основная цель внешнего пиара заключается в том, что у нашей расы, у нашей религии, у таких, как мы, есть единый враг в лице радикальных террористических организаций, исповедующих ислам. И что это еще большая угроза, чем мы. То есть мы не такая угроза. Мы вот повоевали в Украине, мы должны остановиться и не тратить ресурсы на войну друг против друга, а объединиться, консолидироваться против войны с глобальным терроризмом и так далее. Вот я думаю, что вот это сочувствие, которое зародилось в Европе, в Соединенных Штатах Америки, после этого жуткого террористического акта, оно будет эксплуатироваться именно таким образом, чтобы положить конец войне. Что есть угрозы побольше того, что сейчас мы имеем в Украине, что мы не такие-то плохие, пора завершать, договариваться, вести переговоры, остановиться и так далее. И главным условием является сокращение поддержки Украины, чтобы Украина пошла бы на переговоры, перемирия и вот остановились бы там, где стоят. Я думаю, что вот главный контекст, он будет именно эксплуатироваться вот в этих цепях. Да, очень интересно, не альбом, для меня версия. Спасибо большое. Кстати, президент Азербайджана одним из первых выразил соболезнования главе государства в связи с многочисленными жертвами, в принципе, тоже с вами соболезны и желаем скорейшего выздоровления раненым. Пострадали ни в чем не повинные люди, и поэтому кто реализовывал этот таракт, кто за ним стоит, это, конечно, ужасные люди. На этом актуальность свою особую приобретает оценка глобальный индекс терроризма, который в институте экономики мира опубликовал на прошлой неделе, в котором Азербайджан наряду с Данией, Финляндией и Катаром признаны самыми безопасными государствами с точки зрения террористической угрозы, а мы заняли 89-е последнее место с индексом 0. Это, как бы, знаете, дает какую-то не то что успокоение, а уверенность. Завтра же не, что ли? И это стало возможно благодаря тому, в том числе, что мы в сентябре прошлого года избавились от этой раковой опухоли в виде экспедиционного корпуса армянских дорожного сил, который в 30-летний закон находился на нашей территории. Да, я тоже ознакомился с этим индексом, но мы и сами, в принципе, свидетели в реальной жизни о тех условиях, в которых проживаем. Хорошо, что это замечает внешние силы, но это, конечно, результат огромной работы. И мы видим, как есть силы, которые рекрутируют в Азербайджане радикалов, нельзя говорить, что их в Азербайджане нет. Буквально недавно служба государственной безопасности опубликовала кадры, как готовился террористический акт в отношении закопоставленного чиновника и гражданина иностранного государства. То есть эти попытки есть. И тот результат, который был в индексе, это, конечно, итог большой, кропотливой работы, которая не останавливается ни на минуту. Вы имеете в виду, Азербайджан, который в Мурманске проживал и готовил, его целью была глава исполнительной власти на Экеранску район. Да. То есть все это результат работы. Это не норма в нашей географии. Быть вот таким островком безопасности и так далее. приходится применять и фильтрационные меры определенного характера, и закрытые сухопутные границы и так далее. То есть у всего есть свои причины. И издержки, конечно же. Но мы должны понимать, что безопасность прежде всего. Вархат, сегодня утром мы открыли новостные ленты, телеграм-каналы, и вот увидели заявление пресс-хитаремида Азербайджана Айхана Гальзаде. Я подумал, что понедельник начинается вот с рутинной работы, потом вспомнил, что сегодня среда, мы неделю, в принципе, отдыхали. Как бы сработал какой-то. Но отдыхать не пришлось из-за вот этого теракта. Пришлось самому снимать эфиры. Но вернемся к заявлению МИД Азербайджана в связи с трехсторонней конференцией, которая намечена через неделю, Евросоюз, Армения, США, и потом еще вот компания Франции по милитаризации Армении. Вы, наверное, ознакомились с текстом. МИД Азербайджана выражает, значит, озабоченность с односторонним попытками Евросоюза и США как бы защищать Армению. И вот пишется, что в этом случае, как отмечает Гальзаде, ЕС и США разделят ответственность за любые дестабилизующие действия Армении, если вот они будут направлены против Азербайджана и будут защищать, значит, провокационные действия Еревана. Да, эта тема, я думаю, в ближайшую неделю будет одной из самых актуальных, потому что она была анонсирована секретарем САБЕЗа, эта встреча с секретарем САБЕЗа Армении. И я думаю, что этот анонс за более чем две недели, он тоже имеет смысл. Анонсируется это с целью того, чтобы, показать своему обществу, что особенно на фоне вот этой темы четырех сел, которые Пашинян, значит, объявил, что собирается вывести оттуда ворвенные силы Армении и освободить азербайджанские территории. Этот анонс, я думаю, что носил такую цель, ну, главная цель была, чтобы успокоить армянское общество, что Запад с нами, и эта поддержка будет оказываться. Но не анонсировалось, что там будет. Поэтому мы исходим из того, кто там будет участвовать. На сегодня это Верховный комиссар Европейского Союза, отвечающий за политику, но больше за деньги, и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Блинкен. Это уже внешняя политика, тема безопасности и так далее. Правда, есть информация, что и господин Столтенберг подключится, но я пока официально это подтверждение не видел, хотя тема НАТО дискутируется в Азербайджане в том контексте, что миссия Европейского Союза, которая действует на территории Армении, там есть и канадский флаг. То есть Канада явно не Европейский Союз. И складывается такое впечатление, что формируются такие участники Североатлантического Альянса больше. Ну еще же там два человека из Канады, это флаг. И пропорционально, если будет расти количество членов европейской миссии, соответственно, будет расти количество и представителей уже неевропейских стран. Поэтому вот в Азербайджане все чаще начали использовать такую фразу, что это миссия Европейского Союза слэш НАТО. Что вас беспокоит? И почему в Азербайджане вот это беспокойство есть? Я думаю, в пресс-релизе МИДа это отмечено более чем ясно. Во-первых, идут переговоры между Азербайджаном и Арменией на протяжении уже трех с половиной лет. Разные были посреднические платформы. И что мы видели? Мы видели, что в этих посреднических платформах, где участвовала отдельно, по отдельности Россия, Европейский Союз, и Соединенные Штаты Америки, армянская сторона старалась эксплуатировать внешнее посредничество для достижения своих целей. А цель заключалась в том, чтобы в какой-то форме оставить свою вооруженную силу, вот то, что вы назвали экспедиционный корпус Карабахи, и заполучить какой-то зону безопасности. Поэтому, когда миссия ЕС появилась в Армении, на первых двух месяцев Азербайджан не выступал против этого, потому что было заявлено, что до конца года 2022 года возможно подписание мирного договора. Но договора не стало. Заявление французского президента неделю после пражского саммита и стопроцентная поддержка Пашинян проекта мирного договора, подготовленного президентом России Путина, показали, что вот та идея, о которой я говорил, получить какую-то зонтик безопасности и продолжать присутствие вооруженных сил Армении на территории Карабаха никуда не исчезло. Целью также была и легализация так называемых властей сепаратистского режима. Азербайджан предоставлял возможность всем быть посредниками, но как только эти посредники входили в дело, сразу появлялась эта тема права безопасности армян Карабаха без привязки к территориальной целостности Азербайджана и так далее. В принципе, мы все уже об этом все знаем. Поэтому для Азербайджана любые действия по поддержке, односторонней поддержке Армении расценивались как поддержка ее территориальных претензий к Азербайджану. Как это работает, мы знаем в течение 25 лет конфликта, когда Армения использовала Россию двустороннее союзничество с Россией и членство ВОД АКБ как зонтик безопасности для Армении, чтобы сосредоточиться на агрессии в отношении Азербайджана, то есть оккупации Карабаха. То же самое касается европейской миссии. Вот они эксплуатируют европейскую миссию точно так же, как эксплуатировали свое членство ВОД АКБ. Посмотрите, что они говорят. Они говорят, Россия нас предала, ВОД АКБ не защитил. А если защитил бы, тогда что? Тогда ВОД АКБ вы остались бы? Тогда ваше попозновение Европу и признание то, что мы хотим стать членами Европейского Союза и так далее. Это все результат того, что Россия вас предала. А если не предала бы, то есть мы тогда продолжали бы с Путиным оккупировать территорию Азербайджана. Не то, чтобы оккупировать, продолжать вот эту агрессивную политику отношения Азербайджана и так далее. То есть не разворачиваться на Запад. Вот в этом кроется вся неискренность армянского руководства. Почему Азербайджан не доверяет Азербайджану? Потому что Армения старается использовать внешний фактор для того, чтобы навредить Азербайджан. Сегодня может сложиться такой вопрос. А нам-то что? От того, что там будет подписано к примеру какие-то гарантии безопасности выделены деньги. А для нас это имеет значение и это отмечено в присредине. Что в течение 25 лет оккупации со стороны Армении, которое мы доказали, заставив Пашиняна подписать трехстороннее заявление, заставив его подписать трехстороннее заявление с признанием присутствия вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, они ни разу не поставили условия перед руководством Армении или же как-то заикнулись о санкциях в отношении этой страны. Сегодня мы видим, что европейские политики, американские политики, говорят о санкциях в отношении Азербайджана, об угрозе Армении и так далее. Или же предоставлением каких-то гарантий безопасности, дополнительной помощи. А где помощь Азербайджану? Вот эти двойные стандарты заставляют Азербайджан выступать с такими заявлениями, что если у нас были четыре резолюции с этим безопасностью ООН, и вы в отношении страны агрессора ничего не предприняли, наоборот, целовались десна с ним, то сейчас ваши эти активности, они ведь для чего? Для того, чтобы был бы мир, так сподвигните Пашиняна подписывать мирный договор на справедливых условиях Азербайджана. Потом, что хотите там, делайте. Другой момент, почему это нам важно, потому что повышается геополитическое напряжение в нашем регионе. Мы становимся, наш регион становится пространством конфликта. Украинизация Армении, сириизация Армении и так далее. Потому что на ее территории, посмотрите, да кто есть, на ее территории, на территории этой страны российская военная база, европейская миссия, иранские структуры уже внедрились в эту страну, спящие ячейки есть, об этом все прекрасно знают, в первую очередь и армянское руководство. Чешские альпинисты переходят там на нашу границу в местах, где все заминировано и милитаризировано, как он переходит, непонятно. И вот в этих условиях предоставлять какие-то дополнительные гарантии армянской стороны без мирного договора. После мирного договора, что хотят, то и делают. Но сейчас предоставлять стране, которая использовала вооружения тяжелые, дальнобойные, против мирных городов Азербайджана, предоставлять им это оружие в условиях, когда нет мирного договора, что это значит? Это значит, что не подписывайте мирный договор. Мы вас поддержим, чтобы усилить вашу переговорную позицию. И, конечно, Азербайджан реагирует на это, пока на дипломатическом уровне. И предостерегает западные страны, особенно Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз, что то, что вы делаете сейчас, это не способствует миру. Абсолютно. Армении сегодня никто не угрожает. Никто. Тем более, там, Турция с Грузией стратегическое партнерство, они с Ираном, они там стратегические партнеры. Если вы вот эту всю свистопляску, которая с конца прошлого года началась, чтобы оправдать свое вхождение в Армению, и из-за этого использовали вот эту так называемую угрозу со стороны Азербайджана, вот Азербайджан наступает против этого. Что мы в их интерпретации стали пугалом, которое пугает Армению, и мы должны ее защитить. Вот результат всей этой информационной которая была, вот именно состоит в том, что собираются сделать 5-го числа. Полное игнорирование интересов Азербайджана, ожиданий Азербайджана, его поддержки и так далее. Ну и конечно, если идет полное игнорирование наших интересов, нашего мнения, то извините меня, их мнение будет игнорироваться. И если уж они так стараются ради Армении, то Азербайджан будет занимать все более жесткую позицию в отношении Армении. На дипломатическом уровне, на переговорном уровне. Вы так хотите этого мирного договора, а вот это нужно сделать вот эти вещи. Четыре села, репарации, иски друг против друга, неподписание мирного договора, остановка деятельности комиссии по границе и так далее. Почему бы и нет? Если вам это интересно, и вы не прислушиваетесь к позиции Азербайджана, не принимаете ее, игнорируете, та же самая схема будет действовать и в отношении Армении, которую поддерживает. Никто же не против поддержки Армении как таковой. Не поддерживать ее против нас, или же в переговорах с нами. Вот главный месседж состоит в этом. Я так понимаю. И это односторонние действия в отношении Армении, они конечно же приводят к ужесточению позиции Азербайджана. Как это так получилось? За 25 лет геополитическое и геоэкономическое присутствие Запада в регионе обеспечивалось партнерством с Азербайджаном и с Грузией, а сейчас Армения как главный островок западного приоритета в нашем регионе. Как так получается? Что за несправедливость? И выстраивание этих геополитических линий, которые они стараются сделать. Армения, Грузия против Азербайджана, Турции и так далее. Конечно, Азербайджан будет реагировать и не допускать этого. Это всем ясно. Мы не можем с ними конкурировать на глобальном уровне. У нас нет таких ракет, ядерных боеголовок, авианосцев и так далее. Но вот в этой географии, вот в этой маленькой географии мы можем с ними конкурировать. И мы это показывали в 2009 году, во время армяно-турецкой нормализации. А что сейчас? Не давят на Турцию. Я тоже прекрасно знаю. Зачем вы оставляете закрытым? Там в Карабахе нет армян, что Армения уже проиграла войну и так далее. Откройте границу. А нет, не откроют. Сколько бы не довели. Наши условия ясны, и они справедливы. Вы знаете, к чему это может тихо-тихо подвести? К тому, что они подведут Пашинян под такие действия, на дипломатическом уровне, которые будут иметь очень большие последствия. Я не имею ввиду ухудшение отношений с Россией, выход военной базы из УДКБ. Это нам, если честно, по барабану. Если так легко сказать. Выходят они в УДКБ, входят они в него и так далее. Есть такие действия, которые они могут науськивать Пашиняну, которые могут привести к действительно очень большим последствиям. к примеру, выход из трехстороннего заявления, чтобы его полностью от этого обязательств, которые есть, вывести. Это не допустит Азербайджан. Азербайджан будет реагировать и жестко реагировать. Это результат войны. Извините меня. Того, чего не смогли достичь переговорном процессе вот эти самые страны. И поэтому я бы посоветовал и армянскому руководству, и участникам этой дискуссии еще раз подумать, что их действия служат долгосрочным и стабильным миру и стабильности в нашем регионе. Или наоборот, мы пока в их действиях. Запада в особенности. Мы не видим этого конструктивизма. Пархат, когда вы сказали про то, что может участвовать Столтенберг, недавно был визит генсека НАТО в регион, связано ли это с этим? Кроме того, старший советник госдепа США по переговорам на Южном Кавказе, Луи Гоном тоже был в Баку и в Гереване. По поводу передачи четырех сел заявления Пашиняна упомянули. Кроме того, с сайта президента Армении исчез раздел о Нагорном Карабахе. Ранее это была такая же сайта МИД и МИД обороны Армении. Стоит ли доверять этому? А кроме того, на одном из телеграм-каналов я читал такое, что интересно, почему совместную конференцию, направленную против Азербайджана, ЕС, Армении и США, планируют провести именно 5 апреля? Как думаете, начало мероприятия случайно совпало с датой окончания апрельских боев или Запад намекает Азербайджану, что ему следует остановиться и не требовать оккупированные приграничные села от Армении? Это как бы дополнительный вопрос. Да, я понял. Ну, связывать с апрельскими боями в Карабахе я бы не стал. Я думаю, что, опять же, здесь есть внутриполитический контекст. То, что вот моя такая бравада была в отношении Запада, это не говорит, что там вот в одностороннем порядке поддерживают армянскую сторону и так далее. Мы видим, что именно после визита Столпенберга и так далее есть вот эти подвижки в армянском краусе. Но это все те действия, которые они должны были сделать по умолчанию. то есть не нужно представлять вот эти элементы, что пропал страница на сайте МИДа, сейчас президент и так далее, за какое-то геройство по вшине. Он должен это сделать. Он довел ситуацию до такой степени, что в общении с жителями четырех сел он говорит, что если вы не выйдете или же там не возвратим эти территории, то будет война и так далее. А что, он не знал об этих четырех селах? Не знал тему Анклавов. Не мог он построить альтернативную дорогу за эти три с половиной года. Он выжидал, что что-то может измениться и так далее. А изменил все в худшую сторону. Я так понимаю, он на это вообще не рассчитывал, что ситуация служит именно таким образом. Поэтому нужно ускоряться и он должен в первую очередь ускориться в переговорном процессе и так далее. Позиции условия Азербайджана они справедливые. Здесь нет ничего так скажем, да, из вон выходящего из спеца. Они все основаны на международном праве и на тех документах, под которыми подписался Пашинян. И если Армения проиграла войну, она должна выполнять обязательства. Потому что эта война была несправедлива. Эта война была агрессивной и оккупационной. Что они там 5-го числа соберутся? Поддерживают страну оккупанта? Так выходит. А если завтра Украина освободит свои территории и будет такое активное пограничное? Они что, России будут помогать? Они тогда не признали, что это оккупационная страна, что это оккупация, агрессивная страна. И сейчас стали заложниками вот той самой первой лжи, недосказанности. Сейчас они не могут это сказать. Но ничего сделать не могут, когда Азербайджан реализовывает шаги в соответствии с международным правом. Выступают, там санкциями угрожают и так далее. Когда дело доходит до действий, этих действий нет. И они даже сами себе задают вопрос, ну почему этих действий нет? Да, визит Столтернбега был региональный, там очень много обсуждалось, и Азербайджан и так далее. Общее видение будущего, системы безопасности в регионе. Это все есть. Но вот эти односторонние действия Запада, вот это уже, они как бы оставляют осадок понимания Азербайджана тех намерений, которые есть у Запада. Азербайджан никогда не отказывался от сотрудничества и партнерства ни с Европейским Союзом, ни с НАТО, ни с Соединенным Штатами Америки. Всегда эти двери были открыты, и сейчас открыты они. Поэтому посещают и Азербайджан, ведут диалог, реализовывают проекты, новые проекты, зеленая энергетика, транспорт и так далее и тому подобное. Но ставить условия отношения Азербайджана с Арменией в качестве условия в отношениях Азербайджана и Запада это неприемлемо. Абсолютно неприемлемо. А что перед Арменией ставили условия оккупацию Азербайджана. Как у нас говорят, им говорили разве что над твоим глазом бровинство. У нас так говорят. Но это не говорили. Наоборот, ассоциативные соглашения готовились с Европейским Союзом. Армения отказалась. И они заняли какую позицию? Понять и простить. Через год другой договор. Все подписались с ними. Финансовая помощь? Пожалуйста. И вот эти элементы, они, конечно же, нервируют и озлобляют азербайджанское общество. Зачем? Какая причина вот этого селективного подхода? И мы прекрасно знаем, зачем? Цивилизационные, там, религиозные элементы и так далее и тому подобное. А сегодня эти действия Запада и Армении, они могут создать наивысшее напряжение в нашем регионе, геополитическое. Азербайджан этого не хочет. И опять возвращаемся к вашему вопросу, да, по теме безопасности. Мы создали такую атмосферу, наше правительство упорным трудом, что формируется какая-то безопасностная среда. А сейчас правительство Армении своими шагами наоборот усложняет ситуацию в регионе. Не эволюционным путем они хотят идти, а как говорил еще в Мюнхене Пашинян в 2019 по-моему, что маленькими революциями, вот эти маленькие революции осуществляют. Хотя сам же предоставил России, российским пограничникам территорию и строение на армяно-азербайджанской границе, куда даже европейская миссия не может пройти. Сам же предоставил это. Он это сделал. А сейчас не может их оттуда вытурить. Не может. Осмелился только на аэропорт, там 5-6 кабинок и так далее. Еще посмотрим 1 августа это у них получится или нет. Видите, что он сказал в последний момент, в последнем своем интервью по ОДКБ. говорит, мы заморозили свое участие, но мы не блокируем работу этой организации. А не блокируешь, подпиши, да, документы прошлого саммита. Я не удивлюсь, если он подпишет их. Не удивлюсь. Но если он подпишет эти документы, возможно, он уже подписал, но если он подпишет эти документы, то все. Вся эта бравада ОДКБ и так далее не имеет под собой ничего основательного. Но это не становится препятствием для того, чтобы Запад открывал бы свои объятия этой страны. И вот здесь этот селективный подход, опять же, повторюсь, он вызывает озлобление и недопонимание в Азербайджане. Спасибо большое, Адвардат. Пожалуйста. Уважаемые дамы и господа, вы смотрели интервью с директором Центра исследований Южного Кавказа, экспертом дискуссионного клуба Валдаев Паргада Мамедова на моем автурском YouTube-канале современный разговор с Василием Бабаевым. Еще раз благодарю за очень такой обстоятельный анализ. Пожалуйста. До новых встреч. Пока. До свидания. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.